Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я являюсь руководителем проектов, также практикующим консультантом-аналитиком по проектам 1С документа оборот и 3 и 2.1 управления торговлей, также в ряде других задач по ERP, участвуя в проектах. Сегодня мы с вами будем говорить на тему работы с задачами в 1С документа оборот 3.0. По орг-моментам, пока у нас еще гости подключаются, сразу проговорим. Я сегодня являюсь и спикером, и модератором, поэтому всех запускаю в вебинар я. Если вдруг вас выбило, что-то с интернетом произошло, либо по какой-то другой причине отключились, то я вас подключу обязательно. Если вдруг не подключаю там минутку-две, значит я просто увлеклась своим рассказом, монологом и вас обязательно запущу. Запись вебинара у нас ведется, вы ее обязательно получите в рассылке в течение нескольких дней после вебинара. Также все материалы с вебинара, то есть презентацию, если какие-то дополнительные материалы, тоже вы получите. По ходу вебинара, как он у нас будет проходить. Мы будем рассматривать сначала основную тему. Тема у нас достаточно объемная сегодня, такая массивная, я бы сказала. Поэтому будем идти по основному материалу. Вопросы свои, пожалуйста, пишите в чат сразу, как только они у вас возникают. Общаемся мы с вами через чат. Чат я стараюсь просматривать оперативно, по мере возможности. Опять же, переключаясь с презентации на программу, на чат, где-то могу что-то не увидеть. Либо, если я понимаю, что тема объемная, либо ее нужно в контексте ваших бизнес-процессов просматривать, то оставляю ее. Либо по завершению вебинара мы можем разобрать сразу, если у нас останется время на вопросы. Постараюсь оставить такое время. Либо, если вдруг не успеем разобрать, по результату вебинара мы обязательно в рассылке направим развернутый ответ на все ваши вопросы из чата. Также, если вы хотите получить, я иногда упоминаю, что у нас какие-то, допустим, связанные темы вебинаров уже прошли, мы можем направить ссылочки на них. Только обязательно пишите, куда вам их направить. То есть, если вы просите ссылочку на какой-то вебинар, то пишите почту или какой-то мессенджер, куда вам направить. С чата мы не можем, не всегда можем определить ваши контакты регистрационные. Вот. Так, сказал, что писать вопросы сразу, то есть не оставляйте их, пожалуйста, на потом, потому что в конце вебинара они забываются, стираются. Лучше их сразу все задавать, чтобы они фиксировались. Вот. Также у нас есть наши контакты наверху слайда, на каждом слайде, номер телефона и почта. То есть, если какие-то вопросы в дальнейшем возникают, то вы можете их задавать и можете с нами коммуницировать. А также всем участникам вебинара мы предоставляем возможность встречи именно по вашим процессам, именно по вашим задачам. То есть, чисто ваш вопрос берем, разбираем, назначаем встречу в удобное для вас время. Для всех участников вебинара такая встреча у нас совершенно бесплатно проходит. Так, коллеги у нас подключаются еще, но вижу, что уже не так активно, как в начале. Итак, мы с вами тогда перейдем к самой основной теме вебинара. Скажите, пожалуйста, видно сейчас слайд с программой вебинара? Вот какой слайд вы видите? Сейчас вы должны видеть программу вебинара. Если да, то напишите плюсик в чате. Супер, есть коннект. Значит, идем по программе. Что нам сегодня нужно рассмотреть? Нам сегодня целый ряд вопросов нужно рассмотреть. Мы будем периодически переключаться из программы в презентацию, но, наверное, больше все-таки с презентацией будем работать, чтобы у нас информация была более структурированная сегодня. Вот. У нас сегодня на повестке 16 задач, 16 вопросов, которые нам нужно разобрать. Хотелось бы прям буквально пару слов сказать о самой программе 1С документа оборот 3.0. Скажите, вот в чате напишите, кто-то уже работает в стройке, либо в 2.1. То есть прям вешать, где вы работаете, в какой системе, если работаете. Сейчас все активнее все-таки начинают уже внедрять стройку, хотя вот буквально недавно еще считали, что она сыроватая. Сейчас сентябрьский релиз вышел, он такой достаточно насыщенный, с исправлением и ошибок, которые были в системе. Функционал вышел новый, поэтому уже прям очень активно начали именно его внедрять. Ну и 1С тоже рекомендуют именно внедрение уже тройки, чтобы потом вам не пришлось приходить 2.1 на 3. Вот, поэтому, наверное, узнать о системе 3.0, как здесь это все устроено, полезно как тем, кто только собирается внедрять систему, так и тем, кто уже в 2.1 работает, работал. Вот, кстати, по интеграции у нас будет вебинар, у нас планируется вебинар. Вижу в чате сейчас вопрос по интеграции. Будет вебинар также, так что анонс у нас еще ждите, будем рассказывать отдельно по интеграции, вариант интеграции, пробешевную интеграцию, так что прям можете написать в чате ВКонтакте, мы обязательно отправим вам ссылочку на этот вебинар на регистрацию. Вот, по самому документооборот 3.0, я думаю, что мы его сейчас прям вживую посмотрим, как он выглядит. Так, систему документооборот 3.0 вы сейчас видите на своих экранах? Плюсик поставьте, если видите. Я вас сегодня замучаю плюсиками. Отлично. Вот, сейчас мы перед собой видим интерфейс пользовательский, именно не администратора, а пользователя, руководителя компании. Под Федоровым ИП, под директором мы зашли, мы видим его рабочий стол. То есть рабочий стол программы документооборот 3.0, это не просто первая страница, откуда начинаются действия какие-то, то есть такое преддверие работы в системе, а это именно полноценное рабочее место сотрудника, где он видит задачи, с которыми он работает, все необходимые функции можно вывести на рабочий стол в виде виджетов. То есть виджеты, они у нас были в 2.1, и они у нас присутствуют в 3.0, они у нас автообновляемые сразу. Вот, также у нас еще на рабочем столе есть удобное меню реестра, справочники. Это новый функционал для пользователя, тот, который у нас появился в 3.0. Обзор всех возможностей новых документооборот 3.0 у нас также был в вебинаре, месяца, наверное, полтора-два назад мы его проводили. Если кому-то нужно этот вебинар, пишите тоже свои контакты в чате, ссылочку кинем вам на тот вебинар, потому что там прямо подробно мы описывали. Вот, учли в тройке все пожелания пользователей и сделали, ну, как считают разработчики, как, по крайней мере, сейчас слышим отзывы от пользователей, максимально удобным интерфейс. Вот, это интерфейс такси, можно его настраивать под себя полностью, как визуал меню, как расположение панелей, отдельные настройки, это по виджетам, ну, и наполнение реестров, которые всегда в доступе, в зависимости от функциональных задач вашего пользователя, которым вы настраиваете рабочий стол. Очень сильно продуктивность вашего сотрудника и его, особенно новых сотрудников, зависит от того, насколько вы удобны настроить ему рабочий стол, он быстрее адаптируется, быстрее будет выполнять свои задачи, видеть, что ему нужно сделать в каждый конкретный момент. Поэтому к этому нужно отнестись, конечно, ответственно. Не всегда этому уделяют должное внимание. Так, ну и возвращаемся уже к нашей теме, коль мы уже в программе покажем, где у нас находится работа с задачами, если смотреть в меню, то есть в разделе совместная работа у нас есть отдельно задачи мне, задачи от меня, по проектам для подчиненных, а также мы можем зайти сразу в единое рабочее место, это все задачи, то есть это единый инструмент, где мы видим все задачи. Программа у нас немножко подвисает, потому что мы работаем из браузера, но я думаю, что нам не особо это помешает. Вот, сейчас мы с вами зашли во все задачи, то есть здесь мы видим задачи, сразу можем посмотреть и все, можем отдельно посмотреть задачи мне, задачи от меня, по проектам, также можем сделать группировку, как мы хотим видеть задачи по видам, по автору, по исполнению, по приложению. Вот полный функционал, сейчас мы с вами все в подробностях рассмотрим, каждой кнопочке, каждой возможности, которая у нас по задачам есть. Тогда перехожу сейчас к нашей презентации, возвращаюсь и опять прошу от вас обратной связи. Видите ли вы сейчас презентацию? Я в нее вернулась. Отлично. Иногда нужно будет нажимать на кнопки, постараюсь вас будить. Итак, еще раз проговорим по списку задач, которые у нас есть. То есть это единый список задач для учета сразу всех. И задачи мне, и задачи от меня, по проектам, подчиненных. Это сделано для того, чтобы сотрудник мог сразу всем пулом управлять в едином месте, видеть, не прыгать туда-сюда, переключаться, чтобы ничего не упустить в своей работе. То есть и своим подчиненным, и свои собственные задачи. И также здесь он сразу видит состояние, сроки исполнителей, дату создания, все присоединенные файлы. То есть у него получается одно такое единое рабочее место, и он сразу видит все. Между другими пунктами меню ему переключаться не надо. Но по опыту это достаточно удобно для пользователя. И опять же он из этого же рабочего места может выполнять те действия, без приключений куда-то еще, которые ему чаще всего необходимо выполнять. То есть он может выполнить саму задачу, тут же приложить отчет об исполнении, в случае, если он задачу выполнил. Тут же сможет добавить картинку или комментарий, задавать вопросы, перенаправить задачу, если понятно, что задача не ему должна быть направлена, а к какому-то другому сотруднику. Если становится понятно, что есть вытекающие потребности поставить какую-то вытекающую задачу, что он может сразу вытекающую под задачу сделать, может сделать запись календаря и уже идет процесс планирования времени, сможет сделать сводку работы и вывести те отчеты, которые необходимы сотруднику для работы, и также сгруппировать данные. Также можно еще из документов список вывести, ну вот мы с вами посмотрели совместные работы, ну и, конечно же, виджеты на рабочем столе, они у нас отражают, как мы уже посмотрели, задачи, которые у нас сейчас находятся в активном состоянии. А также можно в шапке списка посмотреть все количество задач, которые в разрезе требуют решения, которые в работе находятся. Также можно посмотреть в шапке списка. Мы сейчас подробнее уже будем это все рассматривать. Набор группировок и фильтров, которыми мы можем пользоваться при работе с нашими задачами. На презентации я максимально подробно постаралась отразить, выделить все моменты, о которых я рассказываю, чтобы потом вы могли, то есть это даже не столько, не только и не столько презентация, как что-то вроде такого рабочего инструмента, если вы хотите потом вспомнить, просмотреть, где в системе находится та или иная функциональность, о которой мы говорили, вы можете прям презентацию открыть, посмотреть по презентации. Я выделила цветом, фигурами все, о чем мы говорили. Для достаточно нового интерфейса, как мне кажется, это важно, чтобы вы могли что-то посмотреть и увидеть, где находится нужная вам галочка. Может, отметите себе, что вам нужно. Во всех вариантах списка задач, которые у нас используются в системе, доступен у нас единый набор группировок, где мы можем по количеству задач уже сделать отбор по количеству задач, почитать количество задач. На командной панели по ссылке также есть у нас фильтры, вот они у нас отражены, выделила цветом, по которым мы можем по кнопке фильтры отфильтровать наши задачи и работать уже по той теме, по которой нам нужны. Установленные фильтры у нас также мы видим, то есть когда мы устанавливаем фильтры, то над списком они у нас голубым цветом будут светиться, мы всегда видим, что мы там нафильтровали, с чем работаем. И также можно сбросить данные фильтры и работать дальше. То есть весь пул задач в каждый момент времени нашему сотруднику видеть не всегда нужно. Для того, чтобы отфильтровать нужные ему в текущий момент времени задачи, можно использовать фильтры. И очень удобно это сразу над списком отображено, то есть сотрудник видит, какие фильтры он использовал в данный момент. Также можно посмотреть удаленные задачи. Задачи удаленные удалять вообще в принципе не рекомендуется, то есть мы их либо отклоняем, либо переводим в необходимый статус, но иногда бывает, что нужно и удалять задачи. Чтобы их просмотреть в системе, по кнопке меню еще у нас есть такая возможность показывать удаленные, и мы их сможем в списке видеть как-то. Не все об этой возможности тоже знают. Также у нас в области просмотра списка задач, можно просмотреть отчеты об исполнении. Также для процесса, там, где ответственный, только отчет ответственного можно просмотреть, там, где у нас нет ответственного, отчеты всех исполнителей мы можем сразу все просмотреть. Также к отчету всегда можно приложить файлы изображения с диска, то есть те материалы, которые у нас связаны с выполнением задачи, те, которые отражают у нас выполнение задачи, мы всегда сможем со своего устройства приложить к задаче, в подтверждение, вот у нас поле это находится внизу, тоже я его выделила, то есть воспроизвести в своей системе, вы сможете и посмотреть, где это находится. У нас презентация, она роль такой инструкции играет сегодня. Также есть возможность выполнять задачи сразу группы, групповое выполнение задач, то есть нужно в списке задач выделить задачи и выполнить соответствующую команду. В правой части списка сразу группы выполнить задачи, то есть когда это бывает нужно, есть группа однородных задач, либо выполняемых одновременно, и для того, чтобы отразить, чтобы в каждую задачу не заходить, чтобы не делать действия по каждой задаче, можно использовать групповое выполнение задач. Такой функционал, документ оборот 3.0, он существует и его можно использовать. Также, если выполнение задач подразумевает под собой выполнение какого-то действия, например, использование подписания электронной подписи, или необходимо указать исполнителя, либо какое-то другое действие, то у нас все остальные задачи при групповом выполнении, они у нас не выполнятся. То есть мы нажимаем команду группового выполнения, где-то у нас есть какое-то препятствие, и требуется какое-то действие все задачи, которые мы отсылали на соответствующую команду, управляли на соответствующую команду, они у нас приостановятся. И для того, чтобы выполнить те задачи, которые все-таки можно выполнить, и остановить только те, где требуются действия, необходимо дополнительно нажать кнопку выполнить, что можно. Тоже у пользователей бывает, не всегда они ориентируются, что в этот момент делать, то есть приостанавливают все задачи, добавляют действия, либо документы, которые нужны для выполнения остановленных. Здесь можно выполнить то, что можно, и вернуться все-таки к задачам, у которых есть какой-то стоп-фактор. Теперь подробнее рассмотрим саму карточку задачи, что у нас в ней есть. Карточка задачи у нас выглядит теперь иначе. Сейчас мы ее посмотрим вживую в системе. Скажите, пожалуйста, сейчас видно мой экран? Секунду, моя задачка зависла. Так, вижу, что экран видно. Супер. Сейчас мы с вами находимся уже в системе, опять, документы оборот 3.0. Я зашла в задачу согласования как пример, чтобы посмотреть, что у нас здесь есть, и как вообще визуально выглядит у нас карточка задачи. Здесь сама форма задач, карточки задачи, она у нас подстраивается под любой тип задачи, и она вот универсальная такая у нас теперь. Здесь мы видим сами этапы похождения нашей задачи, видим функции, которые мы можем осуществить из карточки задачи. Мы к этому сейчас вернемся и подробно поговорим про каждую функциональность, как она у нас работает. Также мы видим информацию о задаче здесь. Можем перейти на пользователей, либо на роль, которая у нас указана в задаче. То есть здесь у нас идут ссылки. Мы можем перейти и посмотреть интересующую далее нас информацию. И видим все приложенные документы, соответственно, к задаче. И сейчас мы вернемся к презентации уже подробнее по каждой кнопочке, по каждому действию, которое мы можем из карточки задачи сделать. Проговорим. Так, презентацию возвращаюсь. Так, презентацию видно? Поставьте букву в купе, если видно презентацию. Проверим вашу внимательность. Супер. Ой, буковка R? А, наверное, английская. Так, про единую карточку задачи мы проговорили, что она у нас подстраивается под любой тип задачи. Что у нас находится подробно в наполнении карточки задачи, что мы там видим. В левой части, как мы вот видели, посмотрели, находится графическое изображение всего жизненного цикла задачи. То есть, когда она создана, кто ее выполнял, и какие действия с ней вообще происходили. В том числе мы видим и в каком состоянии находится задача у нас сейчас. В правой части, вот здесь, как раз мы говорили о том, что мы можем видеть, кому направлена задача. Если здесь указан не конкретный пользователь, а указана роль, на которую направлена задача, то мы перейдем именно в список ее исполнителей, исполнителей этой роли, и мы их там увидим. Таким образом работает у нас переход в адресата задачи. Что у нас может выступать источником задач, откуда они у нас могут, собственно, появляться? У нас задачи могут появляться либо автоматически, из обработки, при обработке документа, автоматически созданные задачи, так что задачи могут у нас быть созданы вручную, или из самого списка задач, то есть по кнопке «Новая задача», вот оно тут у нас изображено, то есть там, где список всех задач, мы можем ее просто создать и заполнить вручную. Либо может создаваться на основе какого-то предмета, существующего в нашей системе, подробнее мы чуть ниже сейчас поговорим, о предметах, из которых могут создаваться задачи. Так, и посмотрим, на основании чего же у нас могут создаваться задачи. Задачи у нас могут создаваться на основе письма, могут на основании брони создаваться, конечно же, на основании документа, файла, для дальнейших действий с ними, также на основе сообщений, обсуждений, могут на основе темы форума, если вдруг вы используете эту функциональность, конечно же, на основании контрагента, мероприятия, также в предметах, в списках предметов, на основании которых мы создаем задачи, предусмотрена команда «Отправить в работу», и уже далее создается задача, которая, во-первых, у вас сразу автоматически будет прикреплен, предмет задачи, что очень удобно, то есть, когда вы создаете задачи вручную, то предмет, если он есть, нужно подцеплять. Если у вас сразу идет на основании предмета, то это как бы логичнее при работе в системе, если у вас есть предмет задачи. Рассматриваем подробнее создание задач на основании писем. Чем удобнее, когда вы создаете на основании какого-то предмета, уже существующего в системе, то, что у вас необходимые данные из этого предмета, они сразу попадают в задачу. И это, во-первых, лишнюю работу с пользователя убирает по заполнению этой информации, во-вторых, сразу исключает ошибки по заполнению данной информации, поэтому, конечно же, если у вас есть предмет, на основании которого можно создать задачу, то создавать задачу вручную не стоит. То есть, если у нас идет создание задачи на основании письма, то заголовок и текст письма, они автоматически сразу в задачу попадают, и само письмо попадает в приложение к задаче. То очень удобно. Если вы создаете задачу на основании брони, то в тему попадает помещение, дата брони и пользователь. Если по предмету есть задачи, то в карточке также отображается ссылочка с их количеством. То есть, если есть там письмо, и на его основании уже созданы какие-то существующие задачи, то пользователи эту новую задачу также увидят. Может просмотреть текущие задачи, возможно, эта информация ему будет полезна, либо поможет в решении его задач. Также в шапке списка отображается количество уже выполненных задач по этому предмету. То есть, какую-то проделанную работу, допустим, по письму сотрудник ваш уже увидит. То есть, какие-то задачи были выполнены, и он может сделать выводы, как ему действовать дальше лучше. Возможно, оптимизировать свою работу, не переключаясь куда-то дальше, он сможет это все увидеть. Достаточно удобная тоже функция, функциональность. Если, да, важный момент, если недоступен по правам предмет задачи, то пользователь увидит, что описание скрыто, то есть сделает вывод, что этот предмет ему недоступен. И также с отчетом. То есть, в отчете будет написано, что отчет недоступен. Здесь уже нужно будет обращаться, собственно, к администратору и понимать, каким образом действовать дальше с правами. Чтобы запланировать задачу при планировании новой задачи, необходимо обязательно заполнить минимальный набор реквизитов и задачи. Это заголовок, это автора. Но также есть у нас и необязательные поля задачи. Это исполнитель, это проверяющий. Но также, если, допустим, у вас не указан исполнитель, система вам позволит не указать исполнитель, но при этом следует учитывать, что на текущего пользователя, кто данную задачу создает, на него же она и упадет. Так что этот момент тоже, чтобы вас не удивлял. Адресат задачи могут быть заведены в следующие поля. Это исполнитель проверяющий. При добавлении дополнительных исполнителей включается режим таблицы со строками, ответственный исполнитель. Исполнитель может быть один или несколько, ну и также, конечно, проверяющий. Когда происходит постановка задач и выдается список выбора сотрудников, то в первую очередь система выдает нам сотрудников, которые являются подчиненными текущего пользователя. То есть по логике системы велика вероятность, что именно подчиненные текущего пользователя на ней будут исполнителями поставленной задачи. И далее уже руководители по иерархии и подчиненных ему подразделений. Также при автоподборе программа текущего пользователя сначала предлагает, а далее уже сотрудников, подчиненных и прочих подразделений. Также можно выбрать сразу нескольких исполнителей. Еще есть функциональность. Как-то спрашивали, тоже возможность, есть ли такая возможность поставить приоритетность. Задачам, да, есть такой функционал, устанавливать в задачах приоритетность, высокую, обычную и низкую приоритетность. Также для наших задач, если задача к нам приходит, и мы понимаем, что, допустим, приходит задача согласовать какой-то документ, и мы понимаем, что для того, чтобы его согласовать, нужно запросить еще какой-то дополнительный документ либо какое-то дополнительное действие, проверку. Мы можем создать подзадачу данной текущей задачи. И данная кнопочка у нас находится на верхней панели. Тоже я ее выделила, чтобы вы всегда смогли найти, как она выглядит. Так визуально не всегда можно понять, что это подзадача, но лично на мой взгляд не сразу понятно. Это кнопка для создания подзадачи. То есть сразу связываете и можете из текущей задачи направлять. Список всех подзадачи, его, когда у вас есть подзадачи, то они отображаются в средней колонке и появляется вкладочка подзадачи. Здесь вы можете присмотреть все подзадачи по вашей текущей задаче. Также если вы нажимаете, если вы хотите посмотреть задачу в разных режимах, если вы кликните в нее по самому названию задачи, то вы откроете ее в режиме автора. Если вы кликните по имени исполнителя, то задачу вы уже увидите в режиме исполнителя. В шапке списка задач вы увидите количество исполнителей подзадач первого уровня и сколько из них уже выполнило задачи, подзадачи. То есть сразу в едином месте в шапке вы видите и количество исполнителей, то есть кто должен выполнить подзадачи, к текущей задаче, и кто их уже выполнил. Допустим, для того, чтобы свою задачу выполнить, вам нужно отследить, на каком этапе у вас находятся все остальные подзадачи к ней, и вы таким образом в шапке списка уже можете отслеживать эту информацию и понимать, какие действия вам нужны. Ну, не вы, а ваш пользователь, либо вы в своей работе. То есть функционал визуально удобный, и можно это отслеживать. В списке подзадач также доступно отображается вся иерархия, какие у нас подзадачи, подзадачи и видеть даже те подзадачи, которые недоступны по правам наименования этих задач. Просто их, эти карточки, нельзя открыть. Также проверяющий может видеть списки подзадач, только если его задача активна. То есть если все исполнители выполнили, а проверяющий еще нет, то он видит свою задачу в списке подзадач, и он отображается последним в списке. Также можно использовать команду вернуть на доработку, и она сразу возвращает подзадачу всем исполнителям с возможностью указать причину возврата. То есть если вы понимаете, что нужно вернуть на доработку подзадачи, то тоже такая функциональность существует, можете ее использовать. И если ранее, если вы возвращаете подзадачу на доработку, но ранее контролер был другой, проверяющий у текущей задачи, то теперь, если вы ее отправляете на доработку, то проверяющим будете автоматически выстановиться. При создании документа без задачи, к ней можно без предмета, то есть если вы создаете задачу без предмета, то можно приложить не только файлы или изображения, но также можно приложить и документ. Для этого тоже предусмотрена функциональность, где у вас скрепочка есть, там где мы прилагаем материалы к задаче, здесь у вас будет возможность приложить и документ в том числе. Находится это у нас на верхней панели, карточке задач. Такая функциональность. Также очень удобная функциональность, это у нас перетаскивание drag-and-drop. Она у нас доступна и доступна только в одном клиенте. Есть тоже такая особенность, что перетаскиваем только один файл. Если вы хотите, функциональность перетаскивания нескольких файлов, она у нас доступна пока только внутри системы. внутри программы. А если вы хотите перетащить извне, то мы можем перетащить только один файл и в тонком клиенте. Если вдруг что-то не получается, нужно понимать, что есть ограничения. Также, когда вы завершаете редактирование задачи, то система выполняет проверку на дублирующих исполнителей, и если находит таковые задачи, то она вам предлагает удалить данные дубли, скорректировать ваши действия. То есть система умная, она вам показывает, где нужно сделать зачистку дубли, и вы тут уже принимаете решение, что вам с этим делать. Состояние самой задачи, оно может меняться только с помощью команд, то есть вручную состояние задачи не меняется, и состояние задачи у нас предусмотрено стандартное, это черновик. Черновик мы создаем, можем вернуться, это еще не заполненная задача, не начатая, но и не оформленная до конца, то есть мы можем начать ее оформлять, сохранить в виде черновика, и к ее заполнению вернуться позже, если у нас данных не хватает, либо мы еще не понимаем, что это у нас задача, не готовы ее до конца оформить. Следующее состояние задачи, это у нас новая задача, мы еще не начали над ней работать, но мы ее уже оформили, то есть уже она направлена на исполнение автором, либо исполнитель отменил взятие в работу, либо бывает еще, когда вернули на доработку, вот мы про доработку с вами говорили, то есть это тоже состояние задачи, когда она возвращена на доработку, будет новая. Следующее состояние задачи, это в работе. Состояние, когда задачу у нас исполнитель в работу взял, и над ней далее уже идет по процессу, что ему нужно с ней сделать. Далее состояние задачи на проверке, это когда все работы по задаче выполнены, они ожидают подтверждения от проверяющего выполнения, то есть она идет после статуса, выполнили задачу, и уже есть установленный проверяющий, который дальше должен от ней провести действие. следующее состояние, это закрыто. Все у нас исполнители по этой задаче выполнили действие, и проверяющий проверил, либо автор решил закрыть задачу, то есть все, у нас все действия по ней совершены, либо есть состояние задачи отменено, это когда в задаче у нас больше нет необходимости, мы выше с вами уже говорили, что бывают моменты, когда удаляют задачу, вот не всегда оправдано, чаще всего не оправдано удаление задачи, нужно использовать именно отмену задачи, когда у нас в работах нет необходимости. У нас изображены кнопки соответствующие, которыми мы эти действия выполняем, вот вам визуальная шпаргалочка, куда смотреть карточки задачи. Так, пользователи у нас подключаются, интересно, это новые пользователи, так поздно, либо это те, кто уже были у нас. Автоматическое взятие в работу задач, при некоторых действиях пользователя в системе у нас задача автоматически становится в состоянии взята в работу. Это если мы создаем подзадачу, наши текущие задачи, если мы вводим отчет об исполнении, либо мы добавляем приложение к отчету об исполнении. Это важно понимать пользователю, чтобы он четко знал, что данное конкретное действие, оно приведет к тому, что его задача уже встанет в состояние в работе. Также можно взять в работу вручную, ну, как обычно, для этого есть кнопочка у пользователя на верхней панели, в списке задач взять, в работу задачу стандартную. Также мы можем просмотреть в карточке историю выполнения задачи, у нас для этого есть кнопочка подробнее, и мы просматриваем, кто, когда, какие действия проводил над этой задачей, видим ход обработки документов, если также входит обработка документов в задачу. Это постаралась подробнее показать, где можно посмотреть историю по нашей задаче. Далее. Ролевая адресация задач. Задачи, которые у нас не связаны с процессами, их можно адресовать не на конкретного пользователя, можно адресовать на роль. Роль можно выбирать в задачах, как в исполнителях, так и в проверяющих, и в списке участников. То есть мы можем не конкретных пользователей, а роль. Либо в карточке перенаправления задачи, в поле кому. Также мы тоже можем выбирать роль, а не конкретного пользователя. И если у нас направленная на роль задача, каким-то из пользователей по этой роли берется в работу, то у других сотрудников, исполняющих ту же самую роль, она у них исчезает. Если вдруг какой-то сотрудник, пользователь, который исполняет эту роль, он сначала принял в работу задачу, а потом ее вернул опять, убрал с исполнения, отменил принятие в исполнении, то другие исполнители данной роли, опять же ее увидят в списке этой задачи, в списке своих задач, и могут ее взять в работу. Поэтому это тоже такой гибкий функционал, если у вас одну, одни и те же задачи, выполняют сразу несколько сотрудников, несколько пользователей, исполняющих какую-то конкретную роль. при возврате на работку ролевых задач, они сразу будут поступать исполнителю, ранее взявшему их в работу. То есть, если сотрудник у нас выполнял задачу, она возвращена на отработку, то направлена будет не всем исполнителям роли по этой ролевой задаче, а тому конкретному исполнителю, кто ее, собственно, и принял, кто ее брал на себя. Помимо того, что у нас может сам назначенный сотрудник исполнять задачу, которую мы указываем в задаче, также может исполнять задачу при наличии таковых. Это его помощник, либо замещающий, либо руководитель при наличии прав на выполнение этой задачи. И в этом случае у вас в карточке задачи так и будет указано. То есть, уже не сам исполнитель, а если за него исполнил его замещающий, либо помощник, либо руководитель, то в карточке так и будет написано, что исполнил Иванов за Петрова, Петров за Иванову. То есть, мы это можем отследить и понимать, что адресат задачи у нас не сам выполнил, а за него выполнил уже замещающий сотрудник, тот, который фактически ее исполнял. Если исполнитель задачи не является адресатом или исполнителем роли, на которую была назначена задача, то программа будет уточнять, кому была адресована задача или за кого ее выполнил сотрудник. То есть, здесь мы видим, что система у нас уточняет, за кого именно мы выполняем эту задачу. И фактически исполнители у нас хранятся, если смотреть с технической точки зрения, они у нас хранятся в отдельном служебном справочнике, который называется фактически исполнители. И, собственно, оттуда у нас выбор исполнителей и идет. Как у нас осуществляется отмена задачи, что нам нужно сделать для отмены задачи? Мы об этом уже выше говорили. Сейчас немного поподробнее. У нас находится кнопка специальная на панели инструментов для отмены задачи. Когда мы планируем отменить задачу, кликаем на кнопку, у нас система спрашивает, почему мы хотим отменить задачу. Мы указываем причину для того, чтобы у нас система это уже сохранила. Также у нас, если есть подзадачи, текущие задачи, они также будут прерваны. Система нас об этом уведомляет обязательно. То, что стоит учитывать, бывают пользовательские вопросы с этой точки зрения, что главную задачу мы убираем, и подзадачи они тоже отменяются у нас. Что у нас происходит по результату, когда мы кликаем на кнопку удалить задачу? У нас сама задача будет отменена. Процессы и обработки, которые входили в задачу, все будут прерваны, и все подзадачи будут отменены по этой задаче. Если вдруг существуют какие-то не хватает прав для отмены задачи, то система об этом обязательно уведомит и порекомендует обратиться к автору документа, у которого на данное действие есть права. также можно отменить сразу нескольких, несколько задач есть такая функция. И также в жизненном цикле самой задачи, при ее отмене вы также сможете просмотреть, что задача была отменена, и отобразится такой этап, что задача была отменена. Также исполнители получат уведомление, те, которые были в задаче и не успели ее выполнить, а также сам, естественно, автор, который создавал данную задачу, они получат уведомление, что задача была отменена. Также можно посмотреть в списке в анализе отмененные задачи и проанализировать, какие задачи были отменены. Ну, возможно, сделать какие-то выводы, какой-то ползадач определенный, он был отменен, случилось какое-то событие. Про удаление задач мы уже говорили, что их лучше не удалять, а их лучше все-таки закрывать, либо отменять. Существуют специально такие действия, удаление задач, они обычно не оправданы. Сами помеченные на удаление задачи их все-таки можно посмотреть, если это действие использовалось, то можно посмотреть через пункт меню и еще показать удаленные задачи, иным способом вы их просто не увидите в списке, они не отображаются, но тем и неудобно. Отмененные задачи вы все-таки видите и можете их проанализировать, а удаленные задачи, они как бы отображаются, конечно, но не сразу, поэтому лучше отменять. Также в программе пользователь ваш на рабочем столе видит обновление по собой темы жизненного цикла задач, которые нужно знать, на которые нужно как-то среагировать. Мы с вами рассматривали изначально, в начале вебинара рабочий стол пользователя, и мы видим здесь, что у нас есть выделенный виджет, поступили обновления, то есть сотрудник, который находится на своем рабочем месте, на своем рабочем столе, он может видеть, какие обновления у него поступили в конкретный момент, и оперативно на эти события среагировать. Также какие события видит пользователь на своем рабочем столе, то есть что у него там отобразится в качестве события, что он будет видеть. Он увидит, что создан ответный документ по своей задаче, видит, что зарегистрирован ответный документ, что создан, что зарегистрирован, то есть это разные события, что исполнена задача ответственного, исполнена задача соисполнителя, если сразу несколько исполнителей находятся в задаче, исполнена подзадача, по текущей задаче, то есть иногда это является блокирующим каким-то фактором, либо требует реакции однозначно, важно видеть подзадачу. Сценарии мы с вами проговорили, которые бывают, что нужно среагировать на эти события. Действительно очень удобно, когда на рабочем столе ваш сотрудник сразу это видит, может прям молниеносно среагировать и скоординировать свои действия, когда ожидает какой-то важный документ, либо ожидает, когда его коллега выполняет какое-то важное задание, срочное, и у него приходит уведомление, тот же скорость реакции быстрая. Также события регистрируются только еще для невыполненных задач. Здесь есть свои технические особенности. Мы их будем больше рассматривать на технических вебинарах. Кстати, к слову, хочу сказать, что мы планируем в ближайшее время проводить обучение, курс стартовать по документу обороту. Я так вставочку немножко переключу вас, потому что уже к концу вебинара сложновато. Мы планируем в ближайшее время проводить обучение, стартовать курс по обучению. Если кому-то интересно обучение по документу обороту 3.0, мы будем брать, то тоже, пожалуйста, сообщите, мы вам рассылочку направим, когда будем готовы стартовать курс. В том числе мы будем и пользовательский курс планируем, и курс по настройке. Там вот как раз технические все особенности, подробности, как у нас работает система, мы там будем разбирать. Сейчас вот глубоко мы не будем вдаваться в подробности по этой теме. У нас будет отдельное и вебинары будут, и обучение по этой теме. Также у нас в программе предусмотрен запрет изменения или повторного выполнения задач. То есть, если уже задача была, прошло какое-то изменение, либо она была выполнена, то в другом сеансе у нас система не даст ее выполнить. То есть, система, соответствующее предупреждение у нас пользователю выведет и скажет, что сейчас сохранить изменение не удалось, в другом сеансе оно уже было выполнено, уведомлено. Также по задачам, которые у нас созданы вручную, есть идентификационные номера, и по ним удобно проводить поиск задачи. Он автоматически присваивается, и у нас в карточке задачи, вот здесь, в правой области, мы его видим. Номер задачи. Можем по нему уже задачу нашу искать. Это необходимо. Какие права у нас, как организуется доступ к задачам, кто какие права получает на наши задачи, чтобы понимать. Читать право на чтение задач получает автор, все участники задач, которые у нас в задачу указаны, руководитель проекта, все исполнители действий по данной задаче. Изменять задачу имеет право только автор. Право чтения и действия задач все, у кого есть право на чтение задачи. То есть, если другими ограничениями у нас, правами в системе нет ограничений на чтение этой задачи, то сотрудник, пользователь может читать эту задачу. Право выполнения задачи имеют исполнители, установленные в карточках задачи, заместители и помощники, если таковы есть в системе, если данный функционал существует. То есть, помимо этих пользователей, выполнять задачи не получают права другие пользователи. Это тоже нужно учитывать. Кто у нас получает права на приложение задачи и отчеты об исполнении? Это автор, конечно. Это все участники задачи, указанные в задаче, все исполнители действий. Если используются рабочие группы, это тоже удобный функционал, то будут включены и в рабочую группу приложений. При направлении исполнения задачи проверяются права на приложение. Если прав не будет, их предоставить не удастся, то и задачу тоже поставить у нас не удастся. Если в статусе черновик, права у нас на приложение не предоставляются. Тоже стоит учитывать. При изменении участников, состава участников либо приложений, если задача уже на исполнение. Что у нас происходит? У нас для сотрудников проверяются права самого сотрудника на приложение. Для ролей также проверяются права. Если мы роли используем, исполнителей, то проверяются роли. Для файлов в приложении предусмотрен особый сценарий. Если у нас файл приложен к задаче по ссылке, то есть он уже есть в справочнике файла, то под задачу он будет передаваться стандартным образом. То есть, как обычно, через предоставление прав на файл. Если же файл приложен к задаче, то есть если его нет физически в справочнике файла, то под задачу он будет просто скопирован. Как можно настроить уведомления о задачах? Есть у нас функционал, очень удобный. Это поступление уведомлений о задачах по электронной почте. То есть, данный функционал удобный, если там, допустим, вот есть у нас сотрудник, у него на телефоне электронная почта установлена в много разных кейсов, бывает, когда необходимо выполнение задач по электронной почте. Этот функционал используется, используется он у нас достаточно часто. Что для этого нужно? Нужно настроить системную учетную запись самой электронной почты, нужно настроить расписание уведомлений сотрудников о новых задачах по электронной почте и настроить параметры прокси-сервера. То есть, здесь уже настройка чаще всего выполняется, не чаще всего, обычно выполняется техническими специалистами, то есть подразделениями, которые у вас обслуживают вашу систему 1С документа оборота, и вы понимаете, нужна это вам функциональность или не нужна. Также в задачах предусмотрен учет рабочего времени. Если в настройках программы установлен флажок используя учет плановых затрат в бизнес-процессах, то вы можете использовать учет рабочего времени, то есть указывать трудозатраты непосредственно в списках и карточках задач. Функциональность удобная, если вы готовы к тому, что эту информацию вы будете обрабатывать, эту информацию вы будете использовать в своей деятельности, то очень удобно в карточках задач сразу указывать трудозатраты по вашим задачам. По настройке сейчас не буду останавливаться по настройке выполнения задач по электронной почте. поговорим о возможности задавать вопросы прямо из задачи. То есть если у вас возник вопрос к вашему коллеге при выполнении задачи, есть функциональность прямо из задачи задать вопрос. Для того, чтобы вы в принципе могли использовать эту функциональность, его нужно включить в настройках программы, есть специально включаемая функция рассматривать вопросы выполнения задач, тогда у вас в карточке будет возможность создать вопрос, кнопочка, и либо из самой задачи, из карточки самой задачи, либо можете из списка прямо задач, задач, задать вопрос вашему коллеге. То есть вы можете задать, сформулировать сам вопрос, указать, кому вы его задаете, срок ответа указать и по возможности при необходимости прикрепить разные документы, которые вам нужно для того, чтобы коллега на ваш вопрос ответил дополнительно. Также задачу вашему коллеге поступят задачи с типом, с видом рассмотреть вопрос, и он, соответственно, на него будет отвечать. То есть такой способ коммуникации, он присутствует в системе, и уже вам, как автору вопроса, после того, как ваш коллега ответит на вопрос, придет задача, подзадача ознакомиться с ответом на вопрос. мы рассмотрели основную функциональность работы по задачам сегодня. Я вот сейчас смотрю чатик наш, какие есть вопросы по времени. Мы немножечко задержались, две минутки уделю тогда. Проблема в том, что нет бесшовной интеграции. вот мы про интеграцию, я сказала, будет у нас выделенный вебинар, и мы будем там рассказывать, в том числе и про бесшовную. Как отменить задачу, взять задачи в 3.0, я тогда направлю вместе с материалами по нашему текущему вебинару инструкцию и разъяснение по этому вопросу, и как перейти, очень интересный вопрос, как перейти на тройку с двойки. По переходу с 2.1 на 3 мы тоже планируем выделенный вебинар и будем сообщать об этом в наших анонсах. Я думаю, что это уже будет вторая половина октября по данному вопросу. Так что вопрос очень горячий, следите за нашими анонсами, на вопрос развернуто, проведем мероприятие. Спасибо вам за ваше активное участие, за внимание. Вебинар такой насыщенной информацией, его, наверное, было сложновато слушать. Я рада, что все мы сохранились в том же составе, в каком мы были. Всем хорошего дня, до свидания. субтитры